Здесь от бега начал ровно. Напряг слух Гарри. Сверху, скорее всего, с третьего этажа. Привет, друзья! Я на самом деле сейчас просто в невероятном настроении, потому что муж ушёл гулять с дочкой. У меня сейчас такое, знаете, состояние совсем не ресурсное, и поэтому мне срочно нужно записать это видео. Как вы видите, сейчас я слушаю аудиокниги, и у меня на очереди Гарри Поттер и Тайная комната. Это невероятные книжки, которые я сейчас начала читать. И знаете, чтобы начать с самого такого, если говорить про Гарри Поттера, так скажем, да, я у меня здесь лежат на столе. Вообще хочу сейчас с этим видео показать, что я сейчас делаю. У меня сейчас на столе бардак, его нужно разобрать. У меня здесь есть посылка одна, которую я не разобрала, и хочу вам, естественно, её показать. Сейчас только что распечатала картинки. Расскажу про пару проектов, которые здесь есть. И у меня, если сегодня 30-29 число, то завтра мне нужно сдать один блокнот. Но я сделала три заготовки для блокнота, и вам покажу просто полистай, что я внутри сделала, и расскажу о них тоже поподробнее. Давайте, если говорить про Гарри Поттера, я сейчас распечатала несколько картинок про Гарри Поттера. У меня здесь есть карта мародёров, всякие вот такие картиночки. Я распечатала всякие такие иллюстрации, которые нашла на Пинтересте. Также есть новогодняя тематика. И давайте, если говорить про Гарри Поттера, я хочу, я даже, знаете, заказала бумагу американского производителя с символикой вот этого всего. И заказала, по-моему... Если, в общем, найду, сейчас картинку вставлю вам обязательно. Вот. И не знаю совсем, когда это всё придёт, но, надеюсь, уже совсем скоро, и этот блокнот в этом году, к примеру, осуществится. Вот. Я здесь какие-то всякие штучки распечатала для обложек на паспорт девушек, мужчин. Всякие штучки. Вот смотрите, как много рона здесь. Вот. Распечатала фотографии. Да, я печатаю всё это на обычном принтере. У меня Epson XP320. Это МФУ, по-моему. Вот. Печатаю всё там. У меня вот сейчас не допечаталось чуть-чуть. Плохо начал печатать принтер. Исчез синий цвет. Почему-то. Да, вот. Синий цвет исчез. И мне муж сказал, что я просто давно, наверное, не печатала. Поэтому нужно будет что-то с этим поделать. А пока вот такие вот картинки я распечатала для будущих проектов. Ещё, если вы здесь заметили, у меня есть новогодние иллюстрации. Их я распечатала для открыток уже новогодних. Вы представляете, уже мы с девчонками списались по поводу новогодней скраб ёлки. Кто помнит этот проект, обижательно напишите в комментариях. Потому что, да, я так думаю, что он будет в этом году. Вот. А для открыток. Открытки это ежегодный проект от промодимой Scan & Cut, в котором нужно делать открытки для деток. И деток из детских домов. Естественно, я тоже уже, по-моему, пятый год буду участвовать в этом проекте. Люблю этот проект. Там, по-моему, главным призом является плоттер. Несколько лет подряд просто выбирают одну открытку. Я не знаю, рандомно или нет. Но, в общем, выбирают открытку и выбирают победителя. Отправляют ему плоттер. Я же участвую просто ради того, чтобы отправлять деткам открытки. Вот. Вот мои напечатанные распечатки. Их сейчас просто нужно мне разрезать. И потом уже приступлю к проектам. Здесь у меня посылка. Я даже не знаю, от какого магазина. В инстаграме Яна из Анапы. Давайте будем так говорить. Я, если тоже ник здесь оставлю. Она мне... Точнее, она у себя в инстаграме просто рассказывала про очередную посылку. Естественно, я на нее зашла. Это, знаете, тот момент, когда мне иногда стыдно рассказывать про посылки. Я недавно, точнее, уже, может быть, год, обещаю своей подруге Юле, что я ничего покупать больше не буду. Но я постоянно что-то заказываю, заказываю, заказываю. Знаете, это больше заказы такие, которые из разряда не я хочу, вот я давно хотела. А просто потому, что это стоит очень дешево. Какие-то безумные скидки бывают в магазинах. И преимущественно все посылки мои происходят именно таким образом. То есть, на меня вот эти скидки действуют диким просто образом. Вот. И здесь, если смотреть, у меня есть три оттенка дотсов. Давайте сразу посмотрим по ссылку. Я сейчас ее тогда сразу разберу, уберу по своим домам. Здесь еще, помните, если такой вот интересный бренд Scrabberries был где-то в... В 2000... Каком? В 15-14-ом? Ну, самый такой популярный, наверное, бренд в России. Когда только-только начинался Scrabbooking, я думаю. И вот такие вот еще остались жемчужинки. Они, по-моему, стоили 74 рубля, если я не ошибаюсь. И, по-моему, еще была скидка на них 40%. Почему бы не взять? Я сейчас еще стараюсь каждой по ссылке, если я кому по ссылке отправляю, отправить вот такие вот почтовые карточки. Они, по-моему, не такие, как нормальные карточки почтовые. Они чуть меньше. Но зато интересные здесь всякие надписи, радуйся жизни. Твой успех уже не за горами. Лучший день для подвига сегодня. Мечты обязательно сбутся, но нужно только в них верить. Следуй за своей мечтой. Тебе покорятся все вершины. Прикольный кораблик. Счастье рядом. Если я могу об этом мечтать, я могу этого добиться. Невозможно, просто требует больше времени. Вот такие интересные здесь открытки были. Так, не могу иногда вот так вот их все обратно поместить в упаковочку. И еще один бренд. Если это Artuzor был, то здесь у меня какой-то неизвестный даже бренд. И здесь карточки нужно раскрашивать. Я любила... Я, точнее, покупала от фабрики Dekor такие карточки интересные. Так, это тоже Simuland. Так что это тоже Simuland. Это может быть даже... Ну, может, не Artuzor, а чье-то производство просто. Но тут она уже открытка разрисованная. Чудеса рядом. Лети навстречу счастью. Смотрите, Glintvein. Это вот как раз уже для зимней тематики обязательно надо будет кому-нибудь отправить. Смотрите, сколько чемоданов. Домики, кексы, ключики. Вот примерно такой же стиль был у открыток фабрики Dekor. И вот такой ключик интересный. Так, дальше. Это я сразу уберу, где мои открытки лежат. Так, здесь я взяла, по-моему, полтора ярда вот такой вот классный. Я не знаю, это репсовая лента или нет, но она такая желтая. Подойдет куда-нибудь в красивые альбомы, может быть, на завязке. Просто на завязку. Очень интересная. Очень интересная лента. Я, по-моему, покупала как-то вот такую ленту, то есть половинку. А здесь она прям такая широкая, интересная. Ну и все остальное. Это здесь у меня больше поштучно, полисно. Листочки, ацетатные листы, калька. Вот здесь вот даже есть американский чипборд. И, по-моему, он был без скидки, но я все-таки взяла. Помните, наверное, да? Это крафт пейпера. Даже не могу вам назвать. Коллекцию. В общем, вот такой вот. А, вот, наверное, хэдэй. Вот такой вот чипборд. Плотненький. Дальше у меня здесь рандомно скраб мир. Коди форест. Вот такой вот листочек. Где-то, по-моему, у меня еще был какой-то листочек от них же. Давайте здесь посмотрим. Да, тут скраб мир. Вот такой вот листочек. По-моему, новогодняя коллекция была. Да. Нордик спирит. Такое вот сзади, на стороне оборотная. Так, как я вам показала. От фабрики декора взяла вот такой вот лист. Очень классный. И будем вывязать Бонтенни Винтер. 20 на 20. Тоже интересная коллекция. Дальше, по-моему, все рандомно от арт-узора. Крафтовый вот такой вот листочек. И он очень подходит. Очень подходят такие листочки. Какие-то блокноты зимние. Может быть, где-то на кожницы. Вот сейчас осенние листочки. У меня здесь, по-моему, их три штуки, если я не ошибаюсь. Да, не ошибаюсь. Три вот таких вот осенних листочка. Также вот такая вот листочка. Очень интересная. Так, тоже получается. Вот что-то осеннее. Тоже арт-узор. Так, это от ScrapMira. Я показывала, значит, у меня еще два листа. Так, это эко-пейпер. Тайные леса Новолуния. Взяла тоже делать какой-нибудь такой блокнот. Я буду делать одной девушке. Вот такой тоже лист. Кстати, вот этот лист как раз-таки Яна показывала в своем инстаграме. Я с этого листа, наверное, все и началось. И еще один, тоже Детайные леса. И еще один такой вот листик. Дальше у меня здесь ацетатный лис. Вот такой вот. Это тоже все, по-моему. Если я не ошибаюсь, здесь и арт-узор, и фабрика декору все смежно. Здесь у меня калька-калька. По-моему, два одинаковых цвета. Давайте кальку буду складывать отдельно, а ацетат отдельно. Вот такой я листочек уже покупала. Однажды я его применяла в блокнот. Мне очень понравилось. Один вот такой вот листочек. Дальше. Я, если честно, подумала, что вот здесь вот на такой кальке это совы, но это снегири. Ну, ничего, пойдет в какую-нибудь тоже новогоднюю тематику. Еще вот один такой лист кальки. Очень такой плотный. Так, и здесь у меня тоже, по-моему, что-то и калька, и ацетат все вместе. Так, здесь у меня калька вот такая маленькая 15 на 15. И один листочек 20 на 20 ацетата. Дальше из листочков еще один лист, получается, фабрики декору. И еще один такой лист тоже, наверное, это... Ну, я думаю, что это тоже арт-узор, хотя не написан. Не знаю, не могу точно сказать. Вот. И остальное. Так, у меня еще вот здесь есть два листочка. Вот такой интересный. Прикольный, на какую-то кулинарную тему. И у меня здесь остается все, что я здесь заказала. Это наклейки. Я недавно заказала еще в этой же, по-моему, группе себе. Или не в этой. В общем, в каких-то закупках я заказала очень много, ну, не очень много, давайте так будем говорить, кольцевых механизмов. И после мастер-класса от Крис Краб, от Кристины, я вот прям хочу. Я сделала один блокнот. Я, по-моему, отправила и пищица блокнот на кольцевом механизме. И хочу еще раз сейчас попробовать дальние блокноты. И я вот, собственно, взяла именно для таких целей вот такие наклеечки. Вот вкладывать в такие планеры, мне кажется, очень интересно. Очень здорово. Тем более здесь все на такое планирование. Ну, вы знаете, наверняка от Артозора очень много наклеек. Здесь они были вообще по 10 рублей. Так, здесь я взяла еще вот такие вот объемные наклейки. И взяла я, по-моему, всегда, если вижу, беру. Вот такие уголочки, они очень дешево стоят. И здесь, по-моему, на 25 фото, по-моему. По-моему, 120 уголочков. 102 уголка, да, на 25 или на 24 фото. Вот такие вот маленькие, летние. И вот два таких. Еще из наклеек это у меня мой малыш. Это, знаете, в baby book'е можно вкладывать. Вот такой у меня, по-моему, набор наклейок был. Наклейки побольше. И, по-моему, их нужно будет вырезать. Вот еще один такой набор. Я вот этот набор очень-очень хотела. Взяла два. Один, если что, вложу, может быть, в планер. Другой нет. Вот. Еще тут уже, получается, на новогоднюю ручной работе. Может быть, для тебя. Какие-то подарки упаковывать очень прикольно. Две вот такие. Вот классный вообще набор. Смотрите, это тоже очень здорово, мне кажется, будет использовать в планерах. Вот. И большие форматы наклеек. Где-то 20 на 20. Тоже такая кулинарная тема. Можно в кулинарную книжку его. И у меня здесь, по-моему, тоже два листочка. Вот этих больших. Их можно разделить напополам. Ну, либо, смотря как, короче, можно использовать. Один вот такой у меня. Я его хотела, кстати, вложить в один свой блокнот. Я его уже сделала летом. Такой лавандовый. И один такой. У меня тоже такой листочек для, по-моему, бумага такая. Набор такой бумаги был. Вот. Вот такая вот посылка. Давайте, наверное, чтобы не затягивать это видео, я вам покажу парочку блокнотов, которые у меня здесь лежат. Я сейчас вот думаю, мне как раз нужно сделать обложку блокнота, чтобы завтра уже показать его в блоге. И я вот сижу, знаете, и думаю, какой же мне закончить блокнот. Я думала сделать блокнот, знаете, что-то такое тоже волшебное. Но не на тему Гарри Поттера, а просто, может быть, какой-то волшебный блокнот. Но вот у меня есть три заготовки. И давайте покажу, давайте сначала покажу ту, которую, допустим, я вряд ли буду делать сейчас. Здесь я собрала ее тоже в блокнот, тоже по мастер-классу Кристины. Здесь я, получается, собирала листочки. Вот у меня, допустим, книжечка. Я ее собираю. Все вот эти вот листочки собираю, собираю, собираю. И вот здесь просто прошиваю на вот такую вот картонку с тканью. Вот. Здесь у меня пять тетрадочек. Я здесь использовала вообще, по-моему, ни одного живого листочка. Имею в виду скраб-бумаги. Здесь у меня просто тонированные листы в кофе, обрезки скраб-бумаги. Какие-то крафт-листочки. Акварельная бумага. Вот такой вот лист из контурных карток. И чертежная бумага. А вот, по-моему, здесь есть скраб-лист. Но, по-моему, он у меня какой-то... Да, вот здесь что-то нарисовано было. Я здесь буду это все закрывать потом. Вот, голубой, голубая бумага. Какие-то еще странички. В общем, здесь у меня микс-микс. Но потом из этого получится что-то интересное. Я люблю создавать такие блокноты. И на самом деле они получаются довольно-таки интересными. Тем более я вот для себя, я, по-моему, давайте покажу. Наташа, наверняка, может быть, даже смотрит это видео. Я вот этим летом заполняла блокнот Наташи. Я чуть-чуть попозже выложу вам это видео, чтобы показать, какой клевый Наташа для меня сделала блокнот. Я, по-моему, в прошлом году показывала, что за блокнот она мне сделала. Но я сейчас просто хочу вам показать масштаб того, что вот такие блокноты очень-очень подходят для того, чтобы заполнять вот их в лайф-версии. То есть я здесь собирала всю информацию за все лето. То есть с 1 июня по 31 августа. У меня даже, представляете, одна вот книжка осталась, ну, как, ну, не лишняя. Но я просто здесь собирала иногда какие-то. Если вот у нас здесь был, по-моему, мы ездили в Димитровград, я, допустим, отдельный альбомчик, отдельные фото собирала в отдельный альбом. Вот. И если бы я здесь все это уместила, то наверняка мне бы, может быть, даже и не хватило. Потому что я, по-моему, сделала... Вот Лерин день рождения мы здесь справляли. Я убрала фото некоторые. Какие-то мы в Контрекуль ездили тоже. Я, по-моему, некоторые фотографии отсюда брала. Очень клево мне понравилось, что здесь очень много всяких кармашек, которые тоже просто можно убрать. Вот просто, видите, кармашек, можно просто убрать фотографию. Вот. Собственно, вот такой вот блокнот. И мне кажется, вот из такого маленького он вырастает вот в такой вот толстячок. И это клевый переплет, если честно, для вот таких вот живых лайф-блокнотов. Вот. Собственно, вот этот блокнот будет делаться, может быть, на следующий месяц. Вот. И здесь у меня еще один блокнот. Я его делаю из коллекции бумаги. Вот Крафт Пейпер Алхимия. И вот здесь вот я как раз собрала уже. У меня здесь лежат и вырубка. Я здесь просто использовала листочки тонированные в кофе. Здесь у меня скрафт-бумага, крафт-бумага. Какие-то листочки такие я тоже здесь взяла. Просто, просто для того, чтобы использовать. И вот сейчас мне, кстати, нужно будет этим заняться, я думаю. Почему-то сейчас вот мне это захотелось сделать, хотя пару минут назад не хотелось. И здесь я сделала еще один блокнот. Я как-то делала черную кулинарную книгу. И я вот сейчас подумала и решила, а не сделать ли мне ее. Вот она у меня здесь почти внутри сделана. Просто здесь остался чуть-чуть штампинг. Здесь я, знаете, не стала делать по разделам. Я поняла, что разделы очень как-то усложняют, что ли. Вот. В общем, поэтому здесь я просто сделала вот такие вот разделители красивые. Я нашла вот такие иллюстрации очень интересные. И вот здесь, видите, некоторые еще не заполнила. Оставила кружево, мне очень понравился. Эффект, как смотрится сбоку, очень красиво. Кромка вот этого блокнота очень интересно смотрится. Вот. И вот такие странички здесь. Ну, знаете, вроде и получились, но я еще, наверное, буду ее дорабатывать. Вот. Сейчас вот вместе с вами сижу, вам рассказываю, показываю. И понимаю, что, наверное, я займусь вот тем блокнотом. А этот просто у меня вот будет. Вот смотрите, какая интересная страничка. Я прям, знаете, иногда вот так тоже сделаю. Потом уйду, несколько дней ничего не делаю. И прихожу, смотрю. Мне так прикольно, нравится. Вот, в общем-то, такие вот у меня здесь три блокнотика. В этом месяце я, мне кажется, перевыполнена просто план, потому что в этом месяце я сделала еще один вот такой вот блокнотик. И, получается, я еще в конце месяца еще один выложу. То есть у меня... Ну, я не сделала, получается, блокноты, но хотя бы я что-то, но начала выполнять. Давайте я тоже его чуть-чуть полистаю. Вот, собственно, такой же блокнот, как вот будет вот этот, только он меньшим размером. И мне захотелось его просто тоже, знаете, какие-то я нашла листочки, какие-то вырубка у меня. Я, знаете, ничего для этих блокнотов я ничего нового не режу, не использую. Я рою в каких-то своих запасах, и получается, вот, допустим, из старой вырубки, которая уже просто лежит, и не знаю я уже, что с ней сделать. Вот, здесь я также использовала напечатанные листочки, какие-то странички. Да, у меня бывает такое, что вот много напечатанной вырубки есть, и она просто лежит. Вот, и такого плана здесь у меня странички. Вот такие интересные. И тут, по-моему, у меня даже вот здесь вот эта вот страничка, это из журнала какого-то я вырезала. Вот такая вот классная закладка на шебе-ленточке. Ну и, собственно, вот такого плана блокнотик. Я, знаете, думала его использовать на вот как раз-таки свою осень, потому что сейчас происходит меньше событий, чем летом все-таки. Здесь вот два кармашка, один-второй. И я сделала его из старых джинс, сделала тоже такой, знаете, мне просто, который блокнот я сделала для себя в сентябре. Я его, у меня его купили, и получилось так, что я подумала, они сделают ли мне вот такой вот маленький блокнотик. Вот сейчас, знаете, сижу и думаю, может быть, все-таки его себе самой, ну, то есть самой заполнить и посмотреть, как это все будет выглядеть. Вот, вот такое сегодня видео у меня получилось. Я не хочу затягивать и тратить ваше время, но я надеюсь, что вам было интересно. Я очень надеюсь, что я быстро смонтирую это видео. Сейчас я сажусь за декор своих блокнотиков, декорирую до конца, и уже завтра буду показывать в своем блоге. Но я надеюсь, что вам понравилось это видео, вам оно было как-то полезно и интересно смотреть. Ну, а мы увидимся уже совсем скоро, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok